Конкретно на этом месте 25 ноября стояла моя машина. Как вы видите, это парковочные места. Если бы не лед, если бы у нас убирали все вовремя, здесь бы была видна разлиновка парковочных мест. Как вы видите, я стою вдали от подъездов. Да, машина, вот это все запчасти от моей машины. Спустя пять дней после стихии Олеся приехала на работу на своем автомобиле. Поставила машину на парковку и со спокойной душой пошла выполнять свои обязанности. В какой-то момент я услышала сильный грохот, что-то обрушилось. Естественно, мы вылетели на улицу и увидели полностью в хлам разбитый мой автомобиль. Но здесь речь идет больше не о автомобиле, то, что он пострадал. Слава Богу, что это был автомобиль, а не какая-то человеческая жизнь. Дело в том, что с крыши элитного дома на Державина-23 начали падать большие глыбы льда. Со слов Олеси и других очевидцев, в тот день опасная зона не была огорожена ни лентами, ни другими предупреждающими знаками от товариства собственников бизнеса Тринити и управляющей компании. Более того, не была расчищена территория, по которой ходили, а вернее скользили клиенты коммерческих организаций, сотрудники и жильцы дома. При этом собственники помещений с их слов исправно платят взносы. Мы два дня со скандалами беседовали с управляющей компанией для того, чтобы добиться хоть каких-то действий минимальных. Соответственно, произошло практически спустя неделю. И вот 25 числа, 25 ноября случился инцидент с автомобилем, когда глыбы льда начали падать вниз, и вот тут же появились ограждения. Без 15 часов пришла на работу. Шли с Олентином, с охранником. А передо мной упал кусок глыбы. Я видела, где-то порядка трех машин проезжало. Очень даже там и лобовое стекло, все такое в смятку и проломленные были крылья, бампера, как там точно сказать. То есть, как бы очень много машин пострадали, которые здесь стояли даже вдоль стены, уже не говоря о том, те, которые прямо стояли припаркованные возле самого дома. Помята крыша, выбиты стекла, салон весь в осколках. Такие повреждения, по словам Олеси, получили около 10 автомобилей. На видео машина еще одного участника бомбежки. Личный автомобиль главной героини по результатам экспертизы восстановлению не подлежит. Ремонтники предложили менять кузов, а это от полутора до двух миллионов рублей. В этот же день мы связались с представителем, с Анастасией. У меня вот муж с ней разговаривал, спросил, говорит, Анастасия, кто возместит вообще убытки, да, вот связанные? Она говорит, мы это все возместим, не переживайте. В итоге потом просто напрочь отказались выходить со мной на связи с моим мужем. Видео с камер наблюдения пострадавшие тоже не могут посмотреть, несмотря на написанное заявление. Заявление на то, чтобы предоставить мне просмотр камер видеонаблюдения по адресу Державина 23, передала посту охраны. Возьмите, пожалуйста. Вылетает барышня какая-то. Как потом оказалось, это Клока Манелли, это тоже, да, член правления партии. Вот, она вылетает, мне говорит прям таким тоном, никто вам ничего здесь предоставлять не будет и показывать не будет. В общем, я пришла на пост охраны, сколько, а без 24. Вот здесь стоял компьютер с камерами, его сейчас нет. Олесе сказали, что камеры увезли, потому что системные сбои, а по мнению пострадавшей стороны, это умышленный увоз, чтобы скрыть свою ответственность. Стоит девушка Олеся и разговаривает на повышенных тонах с представителем, как я потом поняла, уже управляющей компании. И представитель управляющей компании, я вот именно на этот момент попала, говорит, что Олеся сама виновата, что заехала на территорию этого здания. Вот, ну я уже поняла, к чему дело пошло. По телефону нам удалось связаться и с председателем правления ТСН, и представителем управляющей компании. У меня, что я нахожусь на своей личной работе. В ТСН я не работаю, у меня нет трудового договора. Какие комментарии вы хотите от меня получить? У нас управляющий, который сейчас работает по трудовому договору. Тут у меня очень важные дела сейчас, и проблемы на своей личной работе, которые я пытаюсь с ними, нет возможности, сейчас с вами разговаривать. То есть управляющие компании, они могут нам объяснить, да, ситуацию сложившуюся? Официальный представитель у нас Анастасия, а также юрлицо ТСН Тринити на Анастасию по документации. Какое будет решение этой проблемы? Именно с людьми, кто пострадал? Ну, проблему это в любом случае, это перед председателем можно будет, они будут решать в любом случае, потому что я финансово никак не... Никак не... С какими девушками? С председателями? Да, 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 слышу с председателями. Да, так что, говорю, это все в любом случае через председателя решать. Ну, вот председатель Анастасия, правильно, я так понимаю, вы имеете в виду? Да, 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 все равно. Ну, Анастасия сказала, что никаких комментариев нам давать не будет, она вообще на работе, и вообще звоните в управляющую компанию. Ага. Вот. Тоже, как бы, комментарии давать, честно, но не хочу поэтому... Я думаю, суд все там покажет, все докажет, и поставит все на свои места. Олеся и другие участники действий написали заявление в прокуратуру, полицию и обратились к юристам. Я здесь хочу показать, да, доказать, что, ну, нельзя молчать. Когда мы подвергаем себя такому риску, да, то есть нету никакой безопасности от ТСН, здесь нужно говорить об этом. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.